Ну что ж, дорогие друзья, как вы успели заметить, мы с вами снова на даче. И, как можно тоже увидеть, в принципе, коробка наша почти закончена. Так, здесь у меня будут двойные окошечки, да? А здесь то, которое мы с вами привезли. Вот там она валяется. Вот, осталось ее поставить. Но я же сейчас вижу, что тут нарушения идут. Здесь у меня 55 сантиметров, там 54. То есть это надо будет исправить. После чего можно, конечно же, поставить, примерить окошко. Ставить мы не будем, но примерим. И когда мы это сделаем, мы с вами вместе припьем маленечко лёвенброй. Отметим это событие. Первый главный этап. Окей? Ну хорошо, тогда мы сейчас этим и займемся. Так, как мы видим, здесь уровень почти идеальный. Так, а здесь явно ушел. То есть надо вот так поднимать. Мне это фигово. То есть тогда она вот тут и сойдется. То есть вот настолько надо поднимать, чтобы это все сошлось. Так, а тут у меня все в пиле вилле. Прикручено, приверчено, да? Ну, поглядим. В общем, для этого я сегодня и пришел, чтобы думать, как из этого положения выйти. Ну, перво-наперво надо будет, конечно же, отпилить, вернее, убрать вот эти поперечины и выровнять между собой. Вот это расстояние. Что мы сейчас и будем делать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Соспилить две досточки. Что мы сейчас быстро делаем? Давайте. Печина гул упадет. Свалим учатся. Играет музыка. Это было хреново. Когда же версток крылся, а? Ой-ой. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ну что ж, дорогие друзья. Вот мы и закончили с вами. Основной периметр закрыт. Домик нарисовался. Что некоторые сказали, что разные окна. Но, ребят, добыть окна очень трудно. А стоят они, если новые, одинаковые, сумасшедшие деньги. Это в детский домик не вписывается в смету. Поэтому я подумал так, чтобы это уравновесить. Я здесь сделаю ящик для гераний, для цветов. И все встанет на свое место. Остальное там закроется наличниками. Выровняется. Здесь станут уголки, такие доски, уголки, которые закроют и гвозди, и вот эти вот срезы. То есть есть еще чем заниматься, но это в последнюю очередь. Хотелось бы, конечно, начать с крыши уже. А для крыши мне надо... Это ложись, моя красавица. Ложись, моя красавица. А для крыши мне надо, хочешь не хочешь, два бруска минимум. Я попробую заказать через интернет. И мы с вами продолжим строительство. Единственная проблемка в том, что завтра еще только один день вот такой погоды, а потом пять дней дождь. Поэтому сегодня я открываю бутылочку пива за первый этап, который я закончил, наконец. И мы поговорим сегодня с вами, раз у нас очень короткое было рукодельное видео, мы поговорим с вами о пиве. Я думаю, с вами еще о пиве не разговаривал. Так, ну что пиво имеет в Германии очень древную традицию, это понятно, да, я не знаю там с какого года или что, что я точно знаю. В Германии пять тысяч сортов. Я когда приехал, я аж растерялся. Сначала я по своему вкусу, навязанному советскими временами, я искал что-то похожее на Жигулевское. И нашел, он называется Вархаймер. Вархаймер. Вар... Да. Вархаймер. Вот, не путай с Вархаймером. И долгое время его употреблял, но потом решил расширить, потому что у меня дочь, она в это время жила в Баварии. А я вам скажу, я пиво везде пробовал, где я только не был. И в Англии, в Америке. В Америку вообще-то... Это не пиво. Я не знаю, там вино это не вино, пиво это не пиво совсем, я не знаю. Вот. Ну, в остальных странах они специализируются, Европа на Вене в основном. Единственное, кто, это Чехия, может создать, ну, скажем так, хорошую конкуренцию. Ну, не дотягивает. Да, Баварского не дотягивает, конечно. Дело в том, что в Чехии написано... Я видел плакат, ну, по-чешски можно считать немножко. Только там латинскими буквами все написано. Это мухловишь. Что те, кто верят, что есть пиво лучше, чем в Чехии, чем чешское, тот верит в единорога. Ух ты, расчерикались-то как. То есть фантазер. Ну, на самом деле, действительно, Бавария еще славится так называемым праздником Октоберфест. Я был там два раза. Один раз просто как на ярмарке был. Ну, можно было там взять за столиками. Не за столиками, а на улице пиво попивать. Масса народу. Девчонки все нафуфыренные, красивые, да, в своих нарядах. Дингл называется. Я его называю Дрингл. Дрингл. И потом я был в огромной палатке. Там, наверное, с тысячей человек сидит, пиво пьют и все разговаривают. Вы знаете, заходишь вот такой. Как шмелей полная палатка. Пьют, танцуют, но на столах не разрешают танцевать. На лавках можно вставать. В основном вы ходите в коридор, танцуете там. В общем, и пиво, естественно, рекой. Эти кельнерши с шести, а бутылкой бательной, литровыми кружками в руке тащат. Ну, они зарабатывают за сезон, скажем так, почти на год себе. То есть там платят хорошо и надо успевать зарабатывать. Но сезон длится, я не знаю, недели две, наверное. Так что вот теперь дальше о пиво. Видите, во мне, у меня сегодня Левенброй. Его называют Левенбрау в России, да? Но это не так. И это Левенброй. Это умляут и у это ой. Брой, Левенброй. Я вам скажу, это было ошибкой фирмы Левенброй, это тоже баварское пиво, да? Отправить его производить в Россию. У меня когда сын приехал из Самары и попробовал этот Левенброй, он говорит, да что ж мы там пьем-то? А я могу, ты понимаешь, сынок, дело в том, что пиво, я не знаю, насколько, ну, наверное, на 90% состоит из воды, да? Если мы будем брать Волгу пополам с презервативами и нефтеотходами, мы получим жигулевское. А если мы будем брать воду из горных источников, альпы, да, и следить за чистотой производства, то мы получим вот баварское пиво. Пять тысяч сортов испробовать это невозможно, но я стараюсь иногда, я захватываю кое-какое пиво, которое мне не знакомо ради интереса. Ну, а пока я, вот, я люблю Сан-Августина, я люблю Левенброй и Альгоя. Альгоя это наше местное пиво, Баден-Вертенберг и Бавария тоже выпускает Альгоя. Поэтому еще я добавлю, что воздействие, так как здесь алкоголя вообще не присутствует, ну, то есть спирта, да, алкоголь есть, но спирта нет. Поэтому и воздействие разное. Если я выпью шесть банок жигулевского, то я пойду бить морду соседу, который десять лет назад сказал мне что-то обидное. Так вот действует. Если я выпью шесть банок Левенброй или там другого баварского пива, я на волне со всем миром. Я люблю весь мир, мне все нравится, и поэтому немцы как бы предпочитают пить пиво после шести. Здесь такое обычай, что если ты до шести пьешь, как же так, особенно в других землях. В Баварии нет, в Баварии другой обычай. Вот, как так, пиво можно только после шести пить, но оно расслабляет очень сильно. Если ты выпил, работать-то уже навряд ли будешь. Пойдешь поцелуешь шефа и скажешь, я домой. А в Баварии здесь есть так называемый обычай фрюшопинг. Фрюшопинг – это ранние покупки. Мужики собираются в субботу там или когда. Ну, в субботу в основном, да, часам к двенадцати идут, покупают пиво, садятся и до вечера класят. Или сколько им там надо. А вечером могут и продолжить. Это фрюшопинг. А, значит, в Нортранвисфале это как бы считается недопустиво. В Баварии привычно пить пиво из горнышка. Это не считается зазорным. Не считается, что ты алкаж, даже вот это вот посредника. Хотя в кружках мы уже пьем, но это разливное пиво. Собака, ну что ты, не успокойся, сядь, успокойся. Прижми свой хвост. Сядь. 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 Ага. Ни то, ни другой, да? Ну все. Вот так, вот так, умничка. На чем я остановился из-за тебя. На том, что есть еще пара таких обычаев, скажем так, которые поддерживаются только в Баварии. То есть я говорю, что пить из горлышка, это не зашкварно. Это нормально. Многие бутылки делаются удобными, с горлышками удобными для питья из горлышка. К тому же, издавна в Баварии пиво считалось продуктом питания. Ну вот сейчас, наверное, уже не так. Дело в том, что, но остается обычай такой, что если мы работаем под солнцем, да, жарко и так далее, то есть это строители, дорожные строители или еще кто-то такие, то в принципе выпить в обед баночку пива, бутылочку не возбраняется. Ну и вы знаете, что до 0,3 промилле 0,3 промилле у нас разрешается. Ну тут есть тоже своя особенность. Да, я могу выпить две таких бутылки или литр, и у меня будет 0,3 промилле. После чего я спокойно сяду за руль и поеду. Если даже кто-то остановит меня, проверка 0,3, все, езжай, спасибо, хорошей дороги еще. Будь осторожен. Но, если я совершил аварию, и авария по моей вине, все, ребята, тут ты так влетишь, что мало не покажется, потому что страховка, она откажется платить за нанесенный ущерб. Тому в кого-то въехал по своей дуре или еще что-нибудь. Посему тут надо быть вдвойне осторожным, хоть ты и расслабленный, да, но езжай аккуратно и не допускает. Или не пей. Одно из двух. Но я вам честно скажу, что я выпиваю. По дороге, да, вот две бутылки. Я еду к дочери, там к внукам. За ужином мы сидим, я выпиваю две бутылочки, говорю, ну все, ребята, до следующего раза и поехал. И тьфу-тьфу-тьфу, еще ни разу ничего. Так что вот такой экскурс вам. К пиву. Я сейчас выпью, пойду домой, потому что заказать я ничего не могу, а здесь я уже практически закончил. Так что, Рекс, иди, иди ко мне. Иди, мы попрощаемся со своими слушателями, да? Мы с ним попрощаемся, да, мы с тобой поцелуемся. Вот так, да? Все, ребята, пока. Всего доброго. Может быть, если завтра не с утра удастся купить бруски, то мы начнем крышу. Да? Ну все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok